Первой рыночной новинкой наступившего года стал кроссовер Cherry Tiggo 7 Pro Max, продажи которого стартовали прямо 1 января. Это рестайлинговая версия, хорошо знакомой россиянам модели Tiggo 7 Pro образца 2020 года. С обновлением пришли изменённый дизайн передка и несколько других нововведений. Например, на крышке багажника теперь красуется надпись «Черри» вместо фирменной эмблемы, а на передних крыльях появились декоративные накладки. В салоне появилась новая передняя панель, объединившая экраны приборов и медиасистемы диагональю 12 с третью дюйма каждый. При этом мультимедиа стала шустрее, шумоизоляция качественнее, а фильтрация воздуха эффективнее. Техника осталась неизменной. Кроссоверу по-прежнему полагается 147-сильный полуторалитровый турбомотор, к которому прилагаются вариатор и передний привод, но также обещано и полноприводное исполнение. В начальную комплектацию включены шесть подушек безопасности, отделка дверей эко-кожей, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, камеры кругового обзора и электропривод пятой двери. Цена богато упакованной базовой версии оказалась всего на 50 тысяч выше, чем стоит дореформенная версия. Другая интересная премьера состоялась в соседней Белоруссии. Там дилеры марки Джили неожиданно начали предлагать клиентам седаны М-Гранд нового поколения, который вскоре должен появиться и в России. Машина представляет собой довольно крупную четырёхдверку. Во всяком случае, в длину китайский дебютант обходит ВАЗовскую Весту на добрые четверть метра. Но под капотом скрывается скромный полуторалитровый атмосферный двигатель. С механической коробкой Джили стоит 45 тысяч белорусских рублей. Это 1 миллион 200 тысяч российских. В оснащение модели входят фронтальные подушки безопасности, система стабилизации, кондиционер, мультимедийная система и ряд других опций. Доплатив 200 тысяч российских рублей, покупатель получит вариатор, светодиодную оптику, виртуальные приборы и другие приятные дополнения. Пока нашим соседям доступны автомобили китайской сборки, но уже весной производство М-Гранда должен освоить борисовский завод Белджи, где сейчас полным ходом ведётся соответствующая подготовка. Дата российской премьеры пока неизвестна, но китайцы, очевидно, спешат, желая поскорее занять нишу, освободившуюся после того, как опустили шоурумы марок Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.